Когда все просили ФНАФ, Ютуб лагать стал резко. Выводы делайте сами. Да я не виноват! Здарова, солнышки! Пока слабый капитан искал оправдания, сильно их уже подготовил. Я не причастен к тому, что Ютуб тормозит уже который день. Возможно, близок тот час, когда видосы по ВИЧС-кассетам будем передавать из рук в руки. Так что я заранее салон видеопроката открываю, записываемся на коготочки. На самом деле, ситуация не очень веселая, потому что я во время адской жары монголоведенью Цусимовская записывала, но у многих даже Фидди не вылезла. А там, где вылезла, не открылась. А там, где открылась, пробуждало недовольство, ведь у именитых историков, как известно, летом каникулы, в связи с чем ударно-спусковой механизм буллинга обрушил шквал критики мне наголу. Если что, историю про монгольское войско, сражавшаяся против этого самурая Сквадрицепса, не мною была придумана. Все вопросы, пожалуйста, к разработчикам из Сакер Панч, к издательству Sony Entertainment. Я просто рассказчик. Не верите мне на слово? Купите Цусиму и проверьте сами. Ах, какая жалость, кажется, все же придется поверить на слово. Ладно. Плохие новости обсудили, дальше еще хуже. Frostpunk 2 перенесли с 25 июля на сентябрь. А это значит что? Мы остались без контента до конца лета. Всем пока. На самом деле, там сыр бор начался из-за того, что в среде хайповых блогеров по Frostpunk, их вы сейчас, кстати, можете на экране видеть, началось бурное обсуждение демки. Игроки, купившие ранний доступ, также остались не слишком довольны механиками законов, строительства, в связи с чем поляки из 11-бит-студио решили не дрочить судьбу во второй-то раз и все же провести работу над ошибками заранее, дабы не вызвать гнев человеческий к релизу сиквела. Я лично всеми руками за, лучше уж так, но вопрос по ролику остается открытым. А что записывать? Где строиться? Сначала выбор пал на Факторио с Бобрами, но, к сожалению, там разрабы в себя поверили и решили вообще не делать сюжет, при том, что игра уже несколько лет сидит в раннем доступе, ну хули, я тоже могу посидеть, зачем видос-то делать? Думал я. К несчастью, 18 июля вышел проект под названием Норлан. На бумаге это такой кингдом в мире Римворлда, на практике симулятор крысы. Мне нужно кошмарить народ, кошмарить соседей, захватывать карту и все в таком духе, в общем, цивилизация только для бедных и тупеньких мне подходит. Хотя чё-то уже не очень бедное, что за цены там? Больше всего мне понравились разработчики этого самого Норланда, когда у чела на букву D спросили за FPS-лог, он ответил, что на студии нет высокогерцовых мониторов для проверки. Шутки шутками, а у того же Миядзаки с его душными колечками, судя по всему, такие же проблемы вот уже много-много лет. Зачем вам больше 60 кадров для надписи «Ты сдох на весь экран, правильно?» А вот и нет. Сегодня нам предстоит тяжелый путь от лоха до лоха, но богатого. На этом пути придется сместить все соседние королевства либо путем дипломатии, лизоблюдства, либо силы, и выдержать финальную волну Орды, наступающую северных земель. Звучит как сказка, звучит как кошмар, но давайте по порядку. Начинаем сразу после интеграции. Знаете, однажды ребенок капитана захотел полететь в космос. Полететь-то он полетел, но с пинка и прямиком в War Thunder. Бесплатный эпичный онлайн-экшен для ПК и консолей, где все еще вы видите, летает, плавает или едет. А если нет, то раскройте глаза шире. Фанаты все, что бабахает, будут в восторге от многообразия техники и всего того, что на ней можно делать. Графика, физика и звук в War Thunder постоянно прокачиваются, создавая на поле боя атмосферу драйвового боевика. Танки, самолеты, вертолеты, корабли, да хоть дроны. Тут тебя ждет куча обвесов, типа дымовых завес, тепловизоров и даже ядерного удара, если таковой имеется, стирающего все карты в пепел. Короче, вперед месить железо. Кстати о нем. Недавно в игре вышло масштабное обновление под кодовым названием «Активный поезд». Появилась новая авиация «Бенилюкса», знаменитый фокер G1A, ракеты с активным наведением, а также две специальные карты под это дело — «Загадочная долина» и «Берингово море». Короче, качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутейшие бонусы, они на экране. Лепи мою наклейку себе куда угодно и вперед. Сезон бонусов советской техники скоро закончится. Шо за дела? Почти 200 лет прошло с окончания пустошительной религиозной войны. Империя Папа, а ее бывшие провинции со временем стали варварскими королевствами. Церкви удалось возродить надежду, и на руинах былой цивилизации воцарились мир и процветание. Со временем влияние церкви только росло, но история циклична, и власть не может оставаться долго в одних руках. Это мы еще посмотрим. Войны между королевствами вспыхивают одна за другой. Голод и нищета вынуждают людей бросать свои домики и искать приют в соседних поселениях. Сможет ли ваша династия объединить королевство и остановить наступление темных веков? С этого момента история пишется... Вами давай не учатся айбаться, поехали! Итак, пишем историю королевства и Бейград. Погдали. Вульфослав Великий, 36 лет, женат. Гастерина Прекрасная, 33 лет, женат. Андрюша, ребенок, рожденный в недрах угольного бассейна, в нем же его их крестили. Ему грозило раннее облысение, но Андрюша сыграл на опережение. Далее надо определить, где мы на этих землях будем строиться. Конечно, в углу тут много ресурсов и мало соседей, которые их с нас поимеют. Солнышко специально для меня добавили, чтоб я особо не ворчал, ничего не обещаю. Мы, солнышки, с нами Вульф, как говорится, но, по-моему, кого-то не хватает. Гастериночку мое солнышко украли бандиты, потому что она самая красивая и не самая умненькая. Цена вопроса 676 рублей, я думаю, за пятихаточку сторгуемся. Вульфослав Великий, как всегда, обещал видос, но единственный подписчик его уже не слушал. У каждого здания должен быть свой воздухан, раздающий инструкции, в противном случае граждане ничего не будут делать, собственно, все в короля. Что касается Андрюши, его мнение в королевстве не учитывается. До 18 лет, как видите, он бебе. Ну, смол, типа маленький. Чтоб ребенок стал человеком, его постоянно нужно учить всякой хуйне, а кто, если не батя? Я в твои годы уже арматуру зубами перекусал. А что губы красят? Что ты делаешь, блядь? Итак, чтоб народ чувствовал себя еще хуже с таким замечательным правителем, нужно сажать им брюквенные поля. Поедание брюквы вызывает недовольство, снижение здоровья, снижение настроения. Но поверьте, это все во благо. Если бы я хотел, чтобы народ плакал, я бы им лук сажал. В игре есть целая куча ресурсов, но я не понимаю, что они делают. Ты тут сидишь, читаешь, тебя уже свергают за это время. Заложник Гастерина освобожден и скоро вернется в ваш город. Да, годы ее не пощадили. А потом я твою маму бандитам в карты проиграл. Твою все ебало, ты не мучь, ты баран. Солнышко, я с другой стороны развернись. А дныне в Ебенграде открылась библиотека. Ура! Осталось только научиться читать. Ну, в общем, это, знаете, такое типичное древо технологии стратежек. Жена до хуя умная, вот пусть его и изучает. Уважай бы из датаки, задачка по Экодобике. Пришло 4 мигрантов. Вопрос, откуда 15? Так, к местному Сидоровичу будем опять направлять жену. У нее вон навык базара, видите, аж на 11 прокачано, у меня все он 4. Он явно похож на человека, который торгует бананами. Шучу, не бананами. Купил пару книжечек, те вон на сдачу людей насыпали. Андрюша, смотри, значит, когда видишь красивую девочку в твоем... О, когда я твою маму встретил, это было... Слева вверху есть такая ненавязчивая вкладочка с проблемами города, типа, милох, кто мы такие, чтобы вас учить, но люди едят с помойки. Они демонстративно будут спать посреди площади, чтобы у тебя совесть как бы, ну, взыграла, и ты такой, ладно, построй общагу, так и быть, разочек можно. И вот вы спросите, а чего это за жравшиеся лорды спят в отдельных домах, а вот Андрюша вообще в ногах спит? Со временем у нас геймплей перейдет на глобальную карту, где начнется деление территорий, начнет напоминать цивилизацию для дебилов, так что мои шансы кратно возрастут. Ну есть же места в домах, ну есть, ну почему вы на улице-то спите, скажут потом, что? Король плохой не строит дома. Вон, вон, они уже сдаваться начинают, пожалуйста, сука, вы еще даже брюкову не посадили, какое сдаваться? Слышь, Теслаград, сраная, за что дизлайки-то, я не понял. Отношения, внешность, запах, не, ну с морозных-то земель нюхается лучше, да? Мы с вами на Бурдершафт еще не ебали, чтоб вы такое заявляли. Кстати, из любого королевства можно воровать себе лордов, либо по-хорошему, либо по-плохому, это зависит от отношений, естественно, дружить со всеми как бы проще. А вот нагнуть уже другое дело. Лорды, конечно, любят своих королей, но денежки, поверьте, они любят больше. Гастриночка, моя булочка, опять орет на лесопилку, и житель сразу понимает, что несмотря на то, что он не лесник, лучше пойти валить лес. Хорошие новости, мы, конечно, спасли гастриночку от бандитов, плохие новости, эти долбоебы расплодились. Кстати, о долбоебах я вынужден платить зарплату, и капитан Фростпанк очень долго бы смеялся, если бы узнал, что у людей должны быть деньги, но тут, видите, это обязаловка. Итак, полшестого утра. А зачем в Ульфа Славу вообще домик лорда? Ему вон это, на складе с продуктами хорошо живется. Булочки хомячат. Так, гастериночка, моя пупочка изучила храм, что такое храм? Храм это база, туда приходят люди, ты им промываешь мозги, и они тебя любят. Офигенно, офигенно. Эй, алло, граждане, шахту дядя Пушкин копать будет. Этот торговец охрененно устроился, вот вы воинов видите? И я не вижу. А налог есть. Ну хули я тебе брюквой тогда заплачу, забирай, дружище, вообще не жалко, у нас много. Вот книгу Лукаря изучить хорошая идея, потому что стрелки и так имбауш, с двойным уроном они любую армию положат, тебе в принципе даже милишники не нужны, а тут скоро начнутся стычки. Так, наше городообразующее предприятие, пивоварня называется. На ней, правда, самогон делают, но зато название от какой пивоварня. Теперь гражданам, помимо поедания невкусной мерзкой брюквы, придется пить еще и самогон из нее. Я придумал, как платить лордам, в общем, в последний день вместо зарплаты мы сносим канцелярию и ведем их на эшафот. Умом? Умом. Да стойте, я пошутил, ну куда вы? Стойте, у нас прекрасное королевство, зарплаты вовремя, транспортные расходы, сосальный пакет, давайте это возвращайтесь. Ща мы еще дурочку в кости обыграем, эту простофилю деревенскую. Сюда! Стоп, я проиграл? Вот ведь профурсетка теслаградовская, а? Андрюша, не говори мне за маму, но ее серьги были проебаны. А это нормально, что у нас волки шастают? Бля, вульф 27 лет. Все правильно, звери из леса приходят такие, епта мать, на воле жить хуже, чем у нас. Посмотрите, какие условия замечательные. Да-да-да, так и есть. Идет охота на волков, идет охота. Посмотрите, сколько на нем дебафов. Вот она цена за сделанный ролик. Вы вот этого хотели добиться, да? Вы можете подумать, а какой смысл строить храм? Ведь граждане ждали больницу, школу, там, не знаю, детский садик. Неверно думаете, граждане ждали, когда самогон подешевеет, потому что всеобъемлющий похуизм в нашем королевстве просто поражает. Цивилизации исчезают постепенно. Процесс может длиться столетиями. Простые жители ничего не замечают до самого конца. Но правитель, знающий историю, должен понимать, что только объединив враждующие королевства, он сможет предоставить наступление темных веков. Норланд находится сейчас на распутье. Церковь уже давно не справляется с вызовами. Часто вспыхивающие войны, голод и болезни стали обыденностью. Технологии и знания еще не потеряны, но если ничего не предпринять, они в скором времени исчезнут. А я пошел кормить зверя. Амбиции короля. Объедините 12 провинций Норланда. Ооо, это так долго и сложно. Давайте так, как договаривались, строю вам пару шахт, и мы в расчете, ладно? Итак, храм наконец-то возведен, что делаем дальше? Начинаем читать проповеди. Делать это будет в Ульфослав, потому что у него 15 красноречия, что очень здорово. И все вместе, народ! Какой же замечательный король! Как же все здорово у нас! Мужик аж ослеп от благодати. В смысле, умер от кринжа, Андрюша, ты-то куда? Он аж дверь выломал, чтобы домой попасть, Витя настоящий фанат. Нечестивая Орда, ну то есть воняет. Милох, миссия Инквизиции вернулась с плохими новостями. В северно-западных лесах сформировалась так называемая Нечистая Орда. Союз лесных племен под властью нового еретического культа Мертвого Бога. Это крайне агрессивная и мощная сила, которая готовится уничтожить все новые королевства Норланда. Нечестивая Орда. Тут же торговли есть, давайте им просто поставим партию мыла и на этом все. Где мы в другой части карты похуй. Граждане просят сервиса. Эшафот. Это твердыня, нерушимый столб, на котором держится мое правление. Черный, черный палач. С черной, черной рожей. Мое солнышко уже тут как тут вон мух разгоняет. Я думаю, куда все заключенные деваются, теперь ясно. Вот что мне в игре нравится, то что тут прям на выбор дают, как наказать несчастных провинившихся, причем выбор делаешь именно ты. Смотри, смотри, смотри. Мною пренебрегают. Андрюша. Минус пять. Андрюша делает вид, что меня нет. Это так неприятно. Не, ну в личку он действительно отвечает редко, это факт. Андрюша поставил на место Вульфа Слава. Вот поэтому и нужно вводить правила и блокировать всех, кто пишет негативные сообщения. Мило массировал эго Анка. Это как? Бедная Анка аж ебало на другую сторону перекорячила. А, смотрите, Нью Лондон с Шахтерском объединился. Видите, у них даже границы стерлись. Они нас тоже приглашают. Для того, чтобы мы объединились и дали люлей кому-то вообще непонятно кому, кто здесь живет. Обболевали лесопилку. Обболевали магазин. Обболевали эшафот. Что происходит? Ты ебаней рот. Изи гастрономия. Значит, у нас есть мельница. У нас есть два ржаных поля, чтобы посмеяться. И у нас есть одно хмелевое поле. Что мы делаем? Берем, производим пиво и муку. Также именно король устанавливает цены на продукты. И вы спросите, а можно ли не платить людям зарплаты, но при этом, чтобы они покупали продукты? Сука, к сожалению, нет. Я нашел дурачков, которые будут наш брюквенный самогон. Скупать мы богаты. Благородный правитель Вульфослав. Это он мне, если что. Я благородный. Пишу сердечно тебя. Благодарить за столь щедрый подарок. Отношения между соседями должны основываться на дружбе. Но, к сожалению, мало кто понимает это в наше время. Я по-дружески вам разграблю холл, потому что, ну, деньгами надо делиться, ребят. Мы же друзья. Вы скажите, это по-кресяцки. Я скажу, нет, это по-братски. Потомку пленника и шлюхи. Это он не мне, если что. Вот и завершился наш мирный договор. Он принес мир и спокойствие в наши королевства. Надеюсь, его конец не станет началом войны и бед. И он все так базарить продолжит, что, возможно, и станет. А как пожаловаться? Эта игра абсолютно нетерпима к волкам. Смотрите, их все просто кому не лень бегают и пинают. Тренировочное поле нужно не только воинам, а также нанятым крестьянам. Потому что изначально они трусливые, но, надавав по мордасам, они воины. Падение благородного дома. В результате цепи трагических событий и смертей история благородного дома Винтерхолм заканчивается сегодня. Его родное поселение превратилось в руины, ащители разбежались. Винтерхолм развалился. Гастериночка, солнышко, что ты делаешь? Нихрена там вылетело, бля, как из пушки. Жили-были три богатыря Пукля под выпердыша Андрюша. Смотри, как стараются, смотри. Граждане, можете не рубить воздух, у нас за инициативу не доплачивают. А почему? Значит, смотрите, в Заебенск мы будем гнать гнилую брюкву, и из нее же паленый самогон. Ну а для своих делать вкусное пиво и, вон, муку производить, а из нее, в свою очередь, хлеб. Вы думаете, я сделала это для народа? Да, и вовсе не для того, чтобы меня не скинули с трона. Благодаря моему длинному языку, одна из лорднес Угольхилла уже готова покинуть королевство и примкнуть к нам. Я, если что, просто слухи распускал, но ничего такого. Мой благородный сосед, а вижу ты искусно увлек себе мою теодиночку. Может, у нас и были разногласия, но вмешиваться в наши дела тебе не стоит. Следует проявить больше уважения к соседям. Теодиночка, зачем вам этот старик? Он дурен собой и совсем не умеет готовить не то, что я. Заметили, что как-то много у нас свободных лорднес, получается? Гастериночка, когда узнает, она мне все ебало просто откусит за такое. Приветствую. Правидцы говорят, что видели в облаках безумных людей, стоящих с горячими крестами в руках. Их много, и ярость наполняет их сердца. С нежностью в сердце матриарх. Ну, и что? Что они сделают-то? Вы че, твари? Вы че, звери? Зря я с тем королем связался, у него бабка ведунья. Видите, он на меня каких-то этих наслал уродов. Вот это, конечно, культурный обмен произошел. Вы что посреди площади мне устроили, сука, ироды? Валите нахрен отсюда, чтобы я вас больше вообще не видел никогда, твари, бля... Зачем нам строить эшафоты? Это же негуманно. Зачем нам надевать на людей маску позора? Их же бьют. Это опять же негуманно. Ну и что? Хорошая драка народу на потех... Ой. Террор населения. Используя эшафот, палачи начинают бездоказательно казнить выбранной казнью сначала всех бродяг, потом безработных и, наконец, просто крестьян. Крестьян... Вопрос, а в чем террор? Не террор, а обычная борьба с тунеядством. Как еще можно достучаться до народа? Наверное, основная проблема игры это вот взаимодействие между персонажами и конкретно лорда-срач. Они не любят друг друга по многим признакам и всячески стараются избавиться от конкурентов. О, как раз общежитие для лордов достраивается. Видите, даже король ходит и распускает сплетни, ты никак на это не можешь повлиять. Да, ты можешь их заставить провести время вместе, там побегать, поболтать, пострелять волков. Но в целом они опять найдут, из-за чего поругаться. Челы реально Владислав зовут. Таким тут не рады. Он тоже в Теслаград бежит, смотрите, у нас тут на перегонке кто быстрее наябедничает. А что бы это был король Теслаграда? Ой-ё. О, бесчестному бандиту Вульфославу. Сегодня я громко сказал при всех, мы не станем твоим вассалом. Смерти я не боюсь, что тот свет, что этот, мне всё равно. Но в памяти у людей я хочу остаться как храбрый воин, а не как орёл, посаженный в клетку. Короче, моя вассала на тебя ссала, понял, ёп? Такой грубости я, конечно, не ожидал, поэтому придётся нам Теслаград грубостью брать вот прям сзади за эти самые фаберже всякие там королевские. Помните заебенск? Они походу с ума сошли, они союз уже предлагают это. Палёный самогон-то действует, походу. Жена, 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 ты что делаешь? Как так можно? Под дыхом убей, под дыхом. Амбиции достигнуты, ура! Ваш король достиг своих целей, теперь его все будут знать, как Вульфослав в большое гнездо. Минуточку! Вражеские лорды опустились до того, что нанимают головорезов на моих лордов. Крысы! Вот я до такого никогда не опускался. Да, я пленил других лордов, да, я их выкупал, да, я оклеветал другого короля, но чтобы вот так в наглую. Законному правителю земли Бенград. Наши караванщики говорят, что черное тень бедствия отступило. Я надеюсь, все, кто вам дорог, живы и здоровы, но боюсь, это не последнее испытание, которое мать София посылает нам за наши грехи. Я твою мать Софию! Благо тут можно на циферке 1, 2, 3 ускорять боевку, ну как в этом Фростпанке и во многих стратежках, потому что это просто невозможно, они так долго месяцы. Всех, кто выжил с вражеской страны, мы можем забрать себе, отпустить, и они будут нашими. В общем, король Теслаграда, помните, бокова... Ну, в смысле, я на него боковал, но он сопротивлялся. Он получил люлей, он потерял людей, и теперь он наш этот сал, там, вассал вот этот. Хейтеры из Теслаграда скажут, как мы могли проиграть этому коронованному мудиле, а нужно было воинов своих тренировать. Я же говорил, тренировочное поле делаешь, нанимаешь крестьян, дальше выступаем на Древолесье, потому что не дай бог они с Мексикой заключат союз, все это габелло, это конечное. Тут даже уголь добавили, но, конечно, лучше от этого игра не стала. Здесь можно построить угольные инструменты, угольные ножи и угольные луки. Это я еще маленький город отстроил, основные здания, представляю, какую тут можно махину отгрохать. Главе свинарника, известного как Юбинград, ты полагаешь, что я готов упасть перед тобой на колени? Никогда. Для угроз на клавиатуре смелости не требуется, но в бою себя достойно проявить не каждому дано. Наши мечи уже наточены, и мы тебя ждем. Говорит человек вот с такой армией. Мы сейчас заставим его платить выкуп за лорда захваченного. Если он не заплатит, вот эти мужики на его могиле спляшут. Моему повелителю, наконец-то Нива возвращается домой. Я надеюсь, что София проклянет деньги, которые ты получил за выкуп, и они принесут тебе несчастье. Ты что, говна въебал, как деньги и несчастье? Рыжий Конопатый и Дедушку Лопатый. Стоп, стоп, стоп. А как он вообще дошел до наших лесов? То есть он топал из самого Древолесья, вот так вот, мимо Теслаграда. Да и Бенграда пришел сюда спрашивать меня, с меня за слова, серьезно. Настолько было не насрать. Мужик, так получилось, в общем, мест нету в городе, тебе придется домой. Тебе это вообще не я говорил, что ты там Рыжий Конопатый и Дедушку Лопатый. Это гонец был, понимаешь? Он напечатал сообщение неправильно, я так говорил, ты вообще мужик нормальный. Ох, блин. Рыжий, карлик, рыжий, карлик. Как вы видите, иногда соседи, ну, не очень позитивно относятся к таким высказываниям. Нападает на соседей, распускает грязные слухи, ничтожество. Это все не про меня, если что. Бесчестному бандиту твоя глупость граничит и слабоумием. Если ты думаешь, что я проигнорирую неуплату Дани, это мои деньги, я приду за ними, когда посчитаю нужным. Женщин, вернитесь за кассу, какие нахуй Дани. Как я и говорил, я играю через лучников, а это, прошу заметить, еще не прокаченный. То есть, если бы тут был двойной урон, это было бы слишком нечестно. Тут бы сейчас весь вражеский отряд полег, в принципе. Для этого и нужен навык командования и боевой дух, чтобы у тебя войны не побросали оружие, а сражались. Мы в честной драке побеждаем вражеского лорда, видите? Вы можете задать вопрос, а почему Вульфослав лично не принимает участие в сражении, если по сути это все из-за его длинного языка? То-то и оно. Не надо задавать такие вопросы. Моему великодушному сюзерну, сколько смертей и горе ты посеял своим нападением? Сколько детей осталось без отцов? Что ж, теперь я твой вассал, однако помни, что я всегда буду бороться за свою свободу. Подписано мной и никем другим, король живого. Молю, братан, смени имя это пиздец. Дальше мы будем кошмарить Яркодолье и Азерград, потому что где-то вот здесь должна быть Орда, по идее. Она же там заспаунилась, правильно? Ого, киски, оф, оф. А я тут подумал, а шо мы все силой да силой, о чем нам с кискоградом не договориться? Не всегда ж мечом махать. Правильно, иногда можно и дипломатия, договориться, разочек помыться и навстречу. Опять этот рыжий хрен. Спрятаться под подолом женской юбки, как только тебя попросили выбрать сторону в конфликте? Как можно доверять такому храбрецу? Даже не думай никогда просить меня о помощи. Теслоград завидует, что мы им пизды дали, а вон с кискоградом договорились. Наш город поразил брюквенный тиф, и люди срут в муках, но продолжают молиться своему королю. Вот это я понимаю, народ. Мы по уши в кредитах, потому что гастериночка сена покупала бижутерии, теперь придется граждан продавать. Милорд, епископ имеет смертельного врага, отношение минус 52 среди ваших лордов, и пока это так, существует вероятность, что он подымет восстание среди фанатиков, которые потребуют ослепить этого лорда. Чего бы этого не произошло, попытайтесь наладить отношение между епископом и его врагом, а если не получится, всегда можно организовать дуэль. Не завидую я епископу, потому что у этого воина в потолок прокачана атака, и там шансов вообще никаких нету. Ох-ох-ох, какая горькая утрата постигла науку, литературу и философию. Епископ пал. Здравствуйте, дама, вы к кому? Нет, моя деревня! Я вообще с ними никак не рамсил, я клянусь, даже отношения не портил, просто пришел юнит, въебал мне село, за что? Вышел один против толпы, у тебя маму не Надежда случаем зовут? Андрюша-то уже подрос, посмотрите, я даже не заметил, о, лосяра-то вырос. Значит, из Ебенграда я прошел в Теслаград, оттуда я прошел на Древолесье, там я заключил контракт с Еркодольем, и Кискоград меня почему-то заигнорил, не знаю почему. Граждане, произошел небольшой скам, оказывается, зеленый шпиль давным-давно всю эту орду уже отпинал. Город, считайте, уже заруинен, потому что у нас и брюквенный тиф, и оспа, все облеванно, лорды поругались, всем на всех похуй, ничего хорошего не светит, поэтому гг. Я понял, кто мне деревню разломал, у меня с Америкой-то настолько плохие отношения, что они даже в эту, в рамку не вылезают. Ничего не понимаю, орды нету, но теперь какие-то монголы с гор набегают, что-то кошмарит, вон древолесье и остальных, что происходит? Бедный рыжий из Теслаграда, его сейчас в очередной раз разграбят, стой, 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 кто у нас полководцы, кто рыцарь, кто драться умеет, быстрее собираемся, я же привык, что я хожу, а на меня, что-то как-то это. Рыжий из Теслаграда, падла, я клянусь, это он нанял головорезов. Раньше их Теслаград бляски душили, руки нищеты, я их сам сейчас задушу. Сражаться, если что, Мирона будет, у короля важные дела. Надо их подбодрить, давайте, мужики, я другой страны такой не знаю, где так свободно дышит каждый гражданин. А чё он с кружкой вышел? К нам даже соседи на помощь пришли, смотрите, знаете, кого нет? Теслаградцев. Продолжаем придерживаться тактики с лучниками, но разбойников, как я понимаю, не так много. Здесь очень забавные происходят отношения между государствами, то есть, по сути, я гнобил всю игру всех своих соседей, но потом я заключил мирный договор, они такие, о, придём-ка мы к этой крысе на помощь, и они пришли. Крысиный король всех сожрал, но когда ему понадобилась помощь, всё равно пришли замечательные люди. О! Итак, в чём же мораль? Внутри каждого из нас живёт два волка. Один гнида, второй нет. Кого из них кормить, выбирайте сами. На самом деле, гнида вот здесь сидит, этот матриарх в своём замке, и пророчество колдует, вот варваров в том числе. Итак, я решил всё-таки разыграть другой сценарий с ордой. Смотрите, очень небольшой городок, да. Им правят два брата, Вульфожоп и Валера Сипет. Их задача сейчас... Это что такое? И сюда, падла, только я могу гражданам воровать, ты не можешь, понял? В общем, преступник во время задержания немного травм получил. Да вы сами видели, он шёл, чихнул, споткнулся и упал. Я настроил сценарий так, чтобы на пути к орде у нас вообще не было ни одного соседа, ну вот кроме зелёного шпиля того самого, но я сюда своего лорда посадил, так что всё под контролем. Потому что я вот здесь засел и думал, орда будет всех сметать без разбора, у меня будет время собрать армию. Так нет, они даже не пришли. Что вообще такое нечестивая орда? На первый взгляд, это просто какой-то лорд, сисян, видимо, у которого, казалось бы, нет армии. Но на самом деле она есть, у него несколько юнитов, причём они расставлены в группы, и так просто победить не получится. Я специально поставил сценарий два брата, откуда, блядь, у вас дети? Я вот сейчас попробовал играть нормально, а не как кончено, и, бля, у меня всё получается, смотрите, у меня уже брюквенный бизнес, он попёр сколько бабла-то. Валера Сипета в ульфожоп заебашили волка и радуются, не сытно. Куда ты труп понёс, брёсь бяку. Это вот я пять приседаний без страховки сделал, тут дебафов, ёпт, ещё правнуки почувствуют. Итак, лорд сисян вышел на охоту, примерно через 8 часов он уже будет в зелёном шпиле, не повезло им. Насколько я помню, они присылали гонца и просили помощи в сражении, но я там это за делами занят был. Ваш вассал faction.name.18 перестал быть частью королевства. Мой предшественник скончался, и я всегда был против вашего торгового соглашения с ним. Разве такие условия можно считать выгодными? Я расторгаю этот договор. Всё, виновный найден. Вот как должно было выглядеть это в прошлый раз. Видите, она сдвигает границы эти ордынские свои, значит, теперь всё работает. Может, и бах был? О, годы меня не пощадили. 46 лет и уже весь седой. Ебать, он пожил, конечно. Цирк уехал, клоун остался. А почему седина минус 10? Наоборот же круто выглядит, нет? Тактика простая. У нас есть огромная куча воинов, но также огромная куча крестьян, которые абсолютно не умеют драться. Они при первой же возможности побросают оружие. Что нужно делать? Нужно выдать им луки и понадеяться, что они хотя бы несколько залпов дадут до того, как сдадутся умом. Крестьяне, я понимаю, вам страшно, и вы не можете сражаться наравне с воинами, но помните, что всегда есть шансы на победу. Какой 41%? Я ж просил подкрутить статистику. Статистика тут примерно так же работает, как в Героях Меча и Магии. То есть армия противника сильнее, значит, ты проиграл. Но мы-то можем переиграть тактически. Смотрите сами. Не, не смотрите, лучше я не знаю, что делать, потому что я еще не сталкивался с таким количеством юнитов. То есть обычно здесь, ну, раза в два меньше у самого сильного короля. Теперь это просто какой-то безхрельная орда. Вы что, охуели нечестно? Жмем сразу галку защищать лучников, чтобы они не разбегались. Сейчас я вам покажу хуй вы нескусство войны. Я учил, я все знаю. На каждой карте справа есть обузная дырочка. Сюда мы запихиваем войско. Как я уже и сказал, у нас лучники, хер пойми, из кого наняты. То есть наша задача победить их еще на подходе. До того, как тут прокнет этот фир, они все побросают. Видите, они забагались. Если бы они толпой напали, то даже в узком ущелье нас бы переебашили. Шансов бы не было. А так выиграли. Хреново, что дрестуны побросали оружие раньше времени, но у нас, по крайней мере, остались войны. Два отряда осталось. В принципе, есть шанс. Это еще не победа, но шанс есть, если они не нападут разом. Вот вы скажите, типа, багом только победить можешь. 300 спартанцев тоже баги обузили, простите меня. Ух, бойня, ух, бойня, сплотимся. Еее, они сдаются, у нас получилось. Всего трое погибли, обалдеть. У нас тактика-то работает. Успех. Вы разрушили дом мертвого бога, истребили всех последователей культа. Угроза новых темных веков миновала. Нечестивой орды больше не существует, и на какое-то время в новых королевствах поцарится мир. Таким образом, король Вульфожопа и его верный пес Валера Сипет защитили свой дом от вторжения, и жили долго и счастливо. В игре пока маловато контента, но раз уж ранний доступ, то с пивом потянет, окей. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, ну и как обычно, счастья вам. Там я выстрою три окошечка. Эй-эй-эй-ой, три окошечка.